Ребят, всем привет! У меня в гостях Виктор Кузнецов. Многие из вас могли его видеть, но уверен, что большинство, кстати, не видел. Спасибо тебе, что пришел. Спасибо, что позвал. Для тех, кто не знает, основатель, сооснователь, все инструменты. Давай для тех, кто вообще тебя первый раз видит, в цифрах какие-то ключевые вещи, чтобы все такие «О, надо слушать». Окей. Ну, первое, наверное, я семейный человек, у меня трое детей, что для меня очень важно. Это большая часть жизни. Второе, я считаю, что в свои 36 я достаточно здоровый, спортивный, адекватный, имею много классных друзей. А если говорить про бизнес, то команда у нас на сегодня 8 тысяч человек. Это 16 лет такой продуктивной, последовательной работы. Все инструменты точку.ру – это все для дома, дачи, строительства, ремонта. Цифры по прошлому году, выручка. Как вы закрыли 22-й год? Если говорить, общая СНДС – 102 миллиарда. 102 миллиарда? Да, рублей. Феноменально. Феноменально. Можно в целом на этом заканчивать просто, потому что вопросов больше нет. Это очень круто. 8 тысяч человек, 102 миллиарда. У тебя есть пару интервью, буквально, где ты рассказывал очень урывками про то, как вы начинали, про какие-то вещи, как вы возили сами заказы. Но у меня не образовалась целостной картинки. Для меня человек, который построил компанию с выручкой 102 миллиарда, у этого должна быть какая-то причина вообще, как это произошло. Потому что на ровном месте такие вещи не происходят. Давай, прежде чем мы перейдем в текущие дни и будем разбираться и копать вглубь, отмотаем немного назад. Опять же, для тех, кто тебя не знает, каким образом вообще получилось, что такая компания с нуля, вы же начинали с нуля, получилась? Смотри, первое, наверное, все начинается с цели, да, и с, как это, ну, у меня, по крайней мере, все идет с того, что что-то надо захотеть, и какие-то себе цели, будущие, мечты надо поставить. Я сразу вглубь, можно, наверное, прямо это самое, поделюсь с тобой своим таким юношеской историей. Когда мне было 13 лет, я прочитал книжку «Наполеон Хилл. Думай богатей». Читал ее? Да, конечно. Классная книжка такая, базовая, да, для предпринимателя, для такого человека, который развивается. И вот в этой книжке там очень классно, ну, прям качественно описано, как надо цели ставить. И дальше, как о них думать, как их визуализировать. А я такой, вот у меня всегда все по целям достаточно. Я тогда в 13 лет записал себе 4 ключевые цели на 30. Да, мне сейчас уже 36. Вот тогда записал на 34 цели. Первое, мне хотелось двоих сыновей. То есть я прям реально хотел двоих сыновей. Мне это было очень важно. Второе, свою компанию. То есть свой бизнес, такой крупный, российский, может быть, международный, но вот прям записал. Свой бизнес. Третье, свой дом загородный. Четвертое, BMW X5. Вот такие четыре цели. Причем реально все четко, качественно прописал и так далее. И дальше периодически к этому возвращался. То есть как бы думал, соответственно, визуализировал. Ну вот в течение жизни, как полагается, я всегда это себе держал. И я верил, знал, что так и будет. В 30 лет я реально зафиксировал свой результат. У меня было два сына. Прям вот как хотелось. Была своя компания. Загородный дом. Единственное, что BMW X5 я заменил на BMW X6. Это фантастика, да, Саша? Ну реально, это фантастика, но это так и было. Поэтому если говорить, откуда все началось, то я думаю, все началось с детства. Вот когда там, как это, с раннего юности, когда ты живешь, развиваешься, ставишь себе цели и так далее. В этом плане еще так, ничего, я все о себе сегодня. Мы о тебе и собрались здесь говорить, а обо мне-то что? Я не сделал компанию, которая 102 миллиарда выручки сделала. У каждого свои огроменные достижения. Я, кстати, тоже, это же не я ее сделал, это же ее сделали команда. Это мы ее вместе сделали. В этом плане. Это безусловно, но тем не менее. Непонятно, у кого какой вклад. Безусловно, если таблетка есть, в ней есть 10 ингредиентов. Там 9 ингредиентов могут разную стоимость иметь. Десятый может быть самым дорогим, а может быть, наоборот, самым дешевым. Но все равно это 10 ингредиентов, и без десятого его бы не было. Это я про то, что я там одна десятая или одна сотая, а еще есть огромная команда. Ну, я искренне так считаю. Значит, если вернуться в детство. У меня такая семья была очень интеллигентная и необеспеченная. И мама, и папа были учителя. Мама – учитель музыки, папа – учитель физики в академии. И в этом плане, как это, я с детства хотел очень, как это бывает в бедных, но таких интеллектуальных семьях, хотел чего-то добиться. Папа – учитель физики, а ты из физтеха? Я из физтеха, да. Логично. Да. То есть хотел что-то добиться, реально смотрел вокруг, понимал, что хочется и маме сделать много хорошего, и самому там достичь. Ну, то есть вот это стремление к развитию, когда ты живешь очень скромно и всего не хватает, ты, конечно, как это, мечтаешь, думаешь, стремишься. У меня мама очень много в меня вкладывала, то есть там много читали, много очень учились, постоянное такое развитие было. И в этом плане вот оттуда, оттуда оно как-то все пошло. А ты помнишь, я вчера буквально вечером гулял с товарищем, мы обсуждали тему, вспоминали, кто вообще, почему занялся бизнесом изначально, какая-то вот первая такая идея. У тебя есть воспоминания, когда ты такой сидишь, думаешь, надо первый бизнес открыть или что-то попробовать, или какая-то вот коммерческая жилка, когда проснулась, зафиксированная есть в голове? Нет, зафиксированная нет. Первое, что с точки... У меня такой достаточно правильный трек-рек для предпринимателей, правильный и стандартный. То есть я начал первое продавать газеты в 6 лет. Буквально недавно это вспоминал. Мама в музыкальной школе работала, учитель музыки. У нее там у второго преподавателя была своя газета. И он открыл отдел типографии в нашем доме. И вот я в 6 лет ходил, он мне просто давал бесплатно. А я ходил там по 50-60 копеек, продавал эти газетки на улице. Это был такой первый бизнес-опыт. Ну а дальше там, как это стандартно бывало, стандартно достаточно там ягоды собирали, продавали. Там много что было, задачи решал, разные подготовил для институтов, для школ, по математике, по физике. Это, кстати, тоже сильно помогало. Ну работал в разных местах. То есть это вот такая тяга что-то делать, предпринимательская, она была. А все инструменты, это очень круто. Вот мне интересно такой коридор преобразований. Газеты, там ягоды, задачи и так далее. Но я так понимаю, что у тебя так получилось, что этот бизнес, это по сути первый бизнес, который как бы вот начался с нуля, и степ-бай-степ он, собственно, пророс. То есть не было такого, что ты там экспериментировал, 133 разных проекта пробовал, нишу искал, и потом получилось. Как бизнес, да, 100%. Это мы основали его на втором курсе физтеха, Московского физико-синститута. То есть как бы мы уже два курса прошли. На физтехе два курса прям реально тяжелые. То есть там нужно фигачить. А дальше уже можно чуть попроще как бы расслабиться и побольше работать. Соответственно, к концу второго курса мы уже с партнером начали думать, чем бы заниматься, куда пойти с разных сторон. Ну вот я думаю, что e-commerce, интернет-торговля – классная тема. Соответственно, перспективная, достаточно понятно, рынок растет, ну и так далее. А у партнера, у него было неплохое знание инструментального рынка. То есть он в принципе знал инструментальный рынок, так как у него, у отца была компания инструментальная в Екатеринбурге. Ну и так как-то мы раз-раз. Хорошая тема, мужская, такая понятная, интересная. Соответственно, сами написали сайт, я его разрабатывал. Мне товарищ помог с точки зрения всего процесса. Потом наш третий партнер, он тоже уже присоединился, он его заполнял. Ну и вот мы вместе уже там стали двигаться. Ну такой вот процесс. Ага, понял. А вот возникает, знаешь, такой вопрос. Сейчас в целом, если мы чуть-чуть сюда перенесемся в наше время, у ребят, которые как ты там в 20 лет начинают бизнес, часто возникает вопрос, такие муки, знаешь, поиска в себя, поиска дела, которым ты хочешь заниматься, потому что есть там много всего, и того хочется, и того. И вроде к этому сердце лежит, а суда не лежит. И постоянно вот эти, знаешь, она заканчивается таким определенным бездействием, что ты в постоянном поиске находишься, но вот ничем не начинаешь заниматься. Вот вы тогда, когда начинали, первый вопрос, были ли какие-то такие муки, а точно ли то или не то, а может быть вот это какая-то другая сфера, это первый вопрос. И второе, какая первая, вот ближайшая самая цель была? Денег просто хотели в моменте заработать, или какую задачу перед собой ставили? Первое. У нас, ну у меня, точно не было сомнений с точки зрения того, что мы правильно сделали выбор, ну и у партнера были. Поэтому, если так говорить, чуть про дальнейшие шаги, партнер, с которым я начинал, он позже вышел, да, а третий наш партнер, третий человек, он уже сейчас со мной равноправный партнер. Мы там с Сашей тоже, кстати, да, мы полностью равноправный партнер. А вот с кем мы основали, он там вышел еще 8 лет назад. Ну хорошо, успешно вышел на тот момент. Вот, у меня не было вообще никаких сомнений, я четко видел. Вот, есть рынок, есть масштаб, когда мы достигнем определенных цифр, мы, соответственно, и зарабатывать будем, и команда будет классная, и польза для клиента будет огромная, и, соответственно, вот это было как бы ключевое. У партнера такие сомнения были, ну поэтому он там в свое время и ушел. За последний год экономика изменилась настолько, что полностью перевернула некоторые отрасли. И именно в таких условиях в компаниях растет спрос на профессиональных финдиректоров. Предприниматели это хорошо понимают и готовы либо платить финдиректорам большие деньги, либо обучаются сами. Ведь финдир – это тот человек, который оптимизирует затраты бизнеса, умеет просчитать и предотвратить финансовые риски. Тем, кто хочет быстро научиться разбираться в финансах, Академия Эдюсон предлагает практический курс «Финансовый директор». Его разработали совместно с Мегафон, Нестле, Эйвен и другими известными компаниями. Он поможет как новичкам, так и опытным специалистам. Преподавателями курса стали эксперты высшей школы экономики, Гарварда, Стэнфорда и Лондонской школы бизнеса. Большая часть знаний – практическая. На примере 14 бизнес-кейсов вы узнаете, как быстро улучшить свои знания в финансах, найти перспективную работу или претендовать на повышение. Полное погружение в профессию уже за 3-4 месяца. Весь процесс обучения легко вписать в свой привычный график, ведь под каждого ученика строится индивидуальная программа. А при необходимости занятие можно поставить на паузу. И все это время ученикам помогает личный куратор. Все материалы курса и его обновления останутся у вас навсегда, а официальный диплом подтвердит вашу квалификацию. И самое важное – после курса Академия Эдюсон поможет с трудоустройством. Чтобы записаться на курс, переходите по ссылке в описании или по QR-коду, вводите промокод Соколовский и получите скидку 60%, а также личную консультацию с экспертом в подарок. Поехали! При этом надо четко понимать, это была такая история, то есть представь, ты физтех. Что такое физтех? Физтех – это как бы возможность зарабатывать несколько тысяч долларов практически вот сразу, когда тебя ждут либо в консалтинге, либо в IT, либо в каких-то таких направлениях. Мы же там сделали сайт, сами его заполнили, я там сам первый заказ повез. Кстати, это отдельная история, бог с ним. И, соответственно, первые три года доход был практически нулевой, прямо такой, около нулевой. И, соответственно, вот тут вера действительно была важна. То есть это нормальный процесс, когда компания еще не родилась, еще даже вот мы как бы чуть не окрепли. Первые три года мы просто фигачили-фигачили, и я знал, что когда будет масштаб, все будет хорошо. Да, при этом вот альтернатива куда-то уйти, и альтернатива смотришь, когда на друзей на своих, понимаешь, что там может здесь сейчас зарабатывать больше, она всегда была, и это вот важно все-таки верить и понимать, куда ты идешь. А зачем все это нужно было? Классный вопрос, спасибо тебе, прям реально хороший вопрос. Вот мы, у нас с самого начала компании было два ключевых постулата, и мы их заложили еще до того, как компания родилась. Прям как это, в Макдональдсе сидели и записали два ключевых постулата. Первый клиент нам реально хотел, чтобы люди, которые к нам приходят, они считали нас партнерами, ну, чтобы нас уважали, чтобы мы делали свою работу вот достойно. Да, ну, как бы базовые вещи говорю, ну, тем не менее, вот мы для себя реально это прописали, что если мы делаем, нам реально важно, чтобы нас уважали, и мы были передовой, быстрый, реально таким сильным бизнесом. Второе – команда. Чтобы люди к нам приходили, и наша команда, она была не там с 10 до 5, и без 5-5 уже там, о-о-о, сейчас, сейчас, сейчас в 5 часов побежали, да, и как бы все. А так, чтобы ребята кайфовали от того, что мы делаем, чтобы все знали, зачем они здесь, какую пользу мы несем, все как бы вот были в этой энергии, в драйве развития, да, и нам это удалось, да, я надеюсь, что и сейчас удается. И это, кстати, вот эти два постулата, клиенты, команда, они первые 7 лет давали нам очень быстрый рост, и благодаря им мы абсолютно не зарабатывали денег, абсолютно. То есть, я там через 7 лет, когда у нас проинвестировал тогда фонд, у меня зарплата была, что, 1090 рублей, я на себя брал. Ну, это тоже нормально, да, но для масштаба бизнеса он уже тогда был 100 миллионов долларов в уручке, потому еще курс, соответственно. Это понятно, что несоизмеримо. А для нас самое главное было, это вот драйв, рост, развитие, команда, польза, та скорость, с которой мы двигались, да. И вот когда инвестор к нам зашел, мы добавили себе третий постулат, наш третий постулат в компании, это эффективность. И после этого нам стало важно еще зарабатывать деньги. Мы себе продали, даже, ну да, продали, объяснили, что вот сумма прибыли, которую ты зарабатываешь в бизнесе, это сумма пользы, которую ты приносишь. Ну, то есть, мы же бизнесом занимаемся, а в бизнесе, в экономике, сколько пользы ты принес, это как бы доп.прибыль, доп.деньги, да. То есть, вот раньше этого не было, а теперь это появилось. Когда мы себе это объяснили, мы себе сказали, о, если мы не зарабатываем прибыль, мы не создаем дополнительные ценности, то как бы мы не делаем свою основную работу, принесение пользы. И после этого мы добавили третий постулат, эффективность, и начали зарабатывать денежки. — То есть, ты хочешь сказать, что на старте вы, как предприниматели, молодые и голодные, у вас не было желания денег заработать? — Было, конечно. — Мы хотим заработать денег. Просто рассказываешь, что ты там клиент главный и так далее, но вот в реальности же все приходят, ну, не все, наверное, есть какие-то уникумы, которые пришли сразу мир менять, но в большинстве своем все деньги приходят первично зарабатывать. — Конечно. Ну, это один из стимулов, но он все равно как не основной. Если бы он был единственный и основной, то, наверное, мы бы по-другому двигались. И мы бы, наверное, в долгую так вот не прошли, потому что, как это, чтобы в долгую идти, нужно что-то больше, чем просто деньги зарабатывать. Но однозначно, там, заработок и свой личный доход, он как одна из целей присутствовал. Да, но это вот как одна из целей. — А вот ты говоришь, что вы там уже много лет работали, в каком инвесторе приходил, у тебя была зарплата 90 тысяч. Вот смотри, ты как предприниматель, это же постоянно такая внутренняя дилемма, то, что у тебя есть возможность инвестировать деньги обратно в бизнес, чтобы бизнес развивался, а есть возможность вытаскивать деньги в свой карман и, там, не знаю, покупать себе что-то, тратить в себя, короче, как-то их инвестировать. И вот мне интересно, вот ты видишь, что у тебя компания там 100 миллионов долларов делает, ну, может быть, меньше в два раза еще, да, там, неважно. И ты смотришь на свою зарплату 90 тысяч и думаешь, все нормально, все хорошо. За счет чего это происходит? Почему нету, знаешь, такого желания внутреннего и не было в тот момент, там, я не знаю, поставить себе больше зарплату в три, в пять раз, чтобы хотя бы обеспечить себе максимально комфортную жизнь? То есть какими, не знаю, вещами ты руководствовался, руководствовался, вкладывая все до последней копейки обратно в бизнес? Ну, мы себе все-таки зарплату-то брали, то есть все-таки не до копеек. Не, ну, тем не менее, как бы, это такой, знаешь, минимальный прожиточный минимум, так или иначе. На самом деле, ты просто, как у нас это было, да, когда ты в процессе, ты кайфуешь от того, что ты делаешь, все растет, развивается, ты видишь результаты, это огромная энергия, да, это огромное счастье, радость, драйв, и ты от этого, то есть этого достаточно для того, чтобы ты жил счастливо, понимаешь? То есть ты просто, мы не смотрели на какие-то дополнительные вещи, которые были рядышком, то, что нам там тоже, скорее всего, надо или не надо. Позже, когда мы там увидели, о, слушайте, а вообще там можно и расти, и зарабатывать, да, мы это добавили и, соответственно, продолжили рост и начали зарабатывать. Тут драйвер какой, то, что важно добавлять себе цели и такие материальные, да, то, что когда там хочется машину, хочется там дом, хочется какие-то там физические вещи, то есть когда ты еще их добавляешь, у тебя мозг начинает работать на то, как еще зарабатывать. То есть мозг же и мир, он, в моем понимании, делает, дает тебе то, что ты его просишь. Да, вот как ты организовываешь свое мировоззрение, с этим у тебя и идет, как это, помощь от вселенной и от всего, от всех, кто рядышком. А ты понимаешь, вообще отдаешь себе внутренний отчет о том, что у вас на текущий момент получилось сделать компанию, вот прям микро-микро процент людей, у которых получается сделать нечто подобное, то есть что вы сделали действительно очень большой результат. То есть у тебя есть такое твердое ощущение, ты понимаешь, ты здесь же говоришь, мы сделали то, что удается сделать единицам. Ну вот ты сейчас говоришь, да. А в какой момент ты первый раз понял, что мы стали очень большие уже? Ты знаешь, я думаю, что мы еще очень маленькие. На текущий момент? Да, мы еще маленькие. И я надеюсь, что мы еще в начале пути. То есть вот где-то по ступенечкам еще даже на первый этаж не поднялись высокого здания. Там стоэтажного, может быть, пятидесятиэтажного. Я очень надеюсь на это. То есть искренне говорю. То есть мы пока еще вот прям вот все равно активно в процессе. И в моем мировоззрении мы еще только двигаемся. Ну, тем не менее, ладно, я, конечно, у тебя, наверное, может быть, с твоей колокольни у тебя ощущается то, что не такие уж и большие, и то, что мы на самом начале пути. Но тем не менее. Вот смотри, нас смотрят ребята, которые занимаются бизнесом, кто-то себя пробует, кто-то ремесло какое-то пока что, кто-то уже более-менее большие компании. Но тем не менее, таких, как вот вы, не так много. И вот на твой взгляд, что в ваших действиях, в вашем подходе, в вас самих, в тебе конкретно, отличает вас от тех, кто останавливается, например, на планке развития, я не знаю, 100 миллионов рублей в год, 200, 300 миллионов? В чем разница принципиальная? По сути, есть же вот смотри, допустим, большое количество магазинчиков, каких-то онлайн, которые продают инструменты, делают свои 100-200 миллионов в год. И вот это как бы предел такой. А у вас вроде бы все то же самое, но есть один нюанс. В чем он? Первый, самый главный нюанс – это цели. Да, то есть цели полагания. И у меня, и у партнера у нас есть долгосрочные цели. С того, как мы хотим видеть компанию через 50 лет, и как компания будет двигаться без нас. Да, вот достаточно такие долгосрочные цели. Это, я думаю, номер один вообще самое главное. Вот то, что нужно для того, чтобы что-то создать или произвести. Ну, первый номер один, нужно этого очень сильно захотеть и поставить себе эту цель. Дальше есть много всего. Есть огромная штука – это удача. Удача однозначно работает. Да, и в этом плане я там супер счастливый человек. Мне с точки зрения такого помощи мира, он фантастически помогает. То есть ты что-то захотел, хоп, это уже там тебе с разных сторон приходит. Это вот твое взаимодействие с миром. Это люди, которые рядом с тобой. Это много всего. Если говорить бизнесово, давай бизнесово скажу. Это второе – это фокусировка. Вот очень важно, реально важно, делать, выбрать направление, и дальше, если ты это направление выбрал, в нем качественно, последовательно работать. Потому что мы растем в среднем на 50% каждый год. В течение 16 лет в среднем мы растем на 50% каждый год. И, соответственно, это дает нам основной результат. Если ты растешь на 50% каждый год, то за 5 лет ты вырастаешь, по-моему, раз в 30. За 10 лет ты вырастаешь, по-моему, раз… Не суть, да. Я по геометрической прогрессии работаю. Причные цифры работают. То же самое, кстати, немножко из стороны уйти. Ты, наверное, знаешь эту историю, что если каждый день ты делаешь на 1% больше, чем вчера… Да-да, там что-то 19 раз или что-то. За год ты вырастаешь там в 20 раз почти. А если ты каждый день делаешь на 1% меньше, то ты за год там в разы становишься слабее. А писаешь, если за 10 лет. Друзья, я точно знаю, что основная задача владельцев онлайн-магазина в 2023 году – это рост оборотов Sazon, Wildberries и Яндекс.Маркет. Кто-то пытается самостоятельно разобраться с тонкостями алгоритмов маркетплейсов. Кто-то нанимает специалистов за сотни тысяч рублей. Но оба варианта не гарантируют роста заказов. А нанятые маркетологи, как правило, не отвечают за итоговые результаты. Большая проблема и частая задача – это настроить и запустить продажи на маркетплейсах так, чтобы вместе с количеством заказов вы получили и рост чистой прибыли. Именно этим занимаются эксперты из агентства «Шольчев». Ребята являются официальным технологическим партнером «Озона», «Яндекс.Маркета» и других торговых площадок. Постоянно выступают на маркетинговых конференциях и ведут экспертный YouTube-канал. Агентству «Шольчев» доверили управление продажами такие крупные магазины, как издательство «Альпина», «Литуаль», «Бытовая техника Китфорд», «Маунфелд» и десятки других. Эксперты из «Шольчев» полностью выстраивают стратегию роста продаж на маркетплейсах, работая над увеличением оборотов, при этом сокращая рекламные расходы магазина. Для селлеров, которые уже продают на «Озон», «Вайлдберрис» и «Яндекс.Маркет», у ребят есть крутое предложение – бесплатный разбор ассортимента и конкурентов. Рекомендую прямо сейчас оставить заявку по ссылке в описании, и аналитик по маркетплейсам проведет часовую онлайн-встречу. Именно по вашим карточкам товара. И найдет ответы на главные вопросы – как больше продавать и делать больше чистой прибыли. И еще, секретный бонус. Агентство «Шольчев» бесплатно подключает к «Яндекс.Маркету». Все подробности тоже по ссылке в описании. Действуйте уже сейчас, пока ваши конкуренты только собираются с мыслями. Поехали! И вот фокусировка, она очень важна. Да, соответственно, когда мы 16 лет занимаемся одним бизнесом, и мы реально в него вкладываемся, и каждый год растем, растем, занимаемся качественно. Это дает свои результаты. Безусловно, всегда, как у всех предпринимателей, есть желание, а давай еще вот это посмотрим, давай то, давай вот тут. Но когда ты сравниваешь с точки зрения масштаба и будущей перспективы, важно сохранить последовательный тренд роста. И идея, что сегодня ноль, а завтра миллиард, она не работает в моем мире. Она работает, но в моем мире он другое. В моем мире как раз последовательная история. Знаешь, я в этом плане помню общение с Сергеем Гальцким. Я его спросил, Сергей, скажите, что произошло, в какой момент вы стали успешным и так далее. Он сказал, вот многие такой вопрос задают, в какой момент я стал успешным. А на самом деле история, она гораздо проще. Вот спортсмены, они каждый день с раннего детства тренируются, в 6 лет или в 5 лет ребенок начинает заниматься, и каждый день там атлет, хоккеист, футболист. Он занимается, занимается, его же никто не видит. Он там проходит детскую школу, его никто не видит. Он проходит там студенческую школу, его никто не видит. Ну там какие-то победы есть. И вот там через 10 лет, через 15 лет он становится олимпийским чемпионом. И его спросят, а в какой момент вы стали олимпийским чемпионом? Что вот произошло в последние полгода или там в последние 3 года? Такое вот как бы, что вот неожиданно вы стали олимпийским чемпионом. Да ничего не произошло. Он 15 лет каждый день хреначил с утра до вечера, ну или в рамках там четкой фокусировки над своим основным видом спорта. Это как есть история про Усейна Болта, атлета, который в день, когда он побил мировой рекорд и поставил там 100-метровку или 200-метровку, самый быстрый, и потом было интервью, и он спрашивает, можешь описать, как вот твой день прошел вообще? Он говорит, ну как, я проснулся, съел типа ведро крыльев из KFC, типа оделся и пошел. И там еще история была, что у него развязался шнурок в тот момент, когда он бежал, там вот эти вот кадры знаменитые, что он бежит с развязанным ботинком. И то, что это как раз к тому, что ничего в целом не произошло, он с утра встал, крылья миски, и все позавтракал и поставил мировой рекорд. Супер, супер, вот совпадаем. Ну, тем не менее, понятно, что нужно работать, понятно, что нужно каждый день. Ну вот ты встаешь, допустим, с утра, и ты понимаешь, что вот надо сегодня стать чуть лучше, чем вчера, завтра чуть лучше, чем сегодня. Но все равно же, как бы далеко не все это делают, а ты почему-то это делаешь. То есть, как бы, я не знаю, я вот, например, ставлю цель себе, и мне зачастую не составляет труда с этой цели соскочить через какой-то период времени. Возможно, я как-то неправильно подхожу к этому вопросу, или я не до конца понимаю себя, но вот ты говоришь, ты какую-то цель себе определил, и дальше для того, чтобы на протяжении 16 лет каждый день заниматься и идти туда, я не знаю, может, какой-то киберчеловек, но тем не менее, что заставляет это делать, что заставляет тебя каждый день работать, нанимать людей, делать, 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 что за этой целью на самом деле стоит? Ну тут, наверное, важно не гиперполизировать, конечно. Я тоже отдыхаю, я тоже забываю про свою цель, тоже от нее отклоняюсь, но потом просто, слава богу, вовремя вспоминаю, и снова, соответственно, продолжаем трудиться и вкладываться. А что мотивирует, вопрос, что мотивирует? Да, ты знаешь, мотивирует желание принести пользу, мотивирует желание больших результатов, мотивирует сделать действительно самый такой крупный, эффективный человеческий бизнес. Ну то есть вот такие базовые вещи, то есть я вот когда представляю себе, а у меня есть своя картинка нашей будущей международной компании, как она будет, какие офисы, какие склады, я прям кайфую, то есть это прям вот, у меня есть эта картинка, она присутствует, да, и это дает огромную энергию. Вот как с детства есть какой-то такой комплекс или наоборот драйвер, вот он мотивирует. Ну ладно, сейчас еще с другой стороны. Давай-давай, ты мне поможешь, может я сейчас скрою что-то влезет. Здравствуйте, давай немножко по-другому. Вот раз что я вспомнил Галецкого, у меня всегда перед глазами есть такие два абсолютно противоположных человека. Есть Сергей Галецкий, а есть Михаил Фридман. Люди с абсолютно разными подходами, у них есть, они часто друг другу в интервью отсылки делают, да, Галецкий про Фридмана, Фридман про Галецкого, потому что X5 Retail и Magnit, собственно, они там сравнивают. Вот возьмем пример Сергея Галецкого, великий предприниматель, все сам, операционист, очень плотно, внутри компании, вот все-все-все. И Михаил Фридман, который есть очень четкая позиция, он говорит, я в X5 Retail не работал ни одного дня. С того момента, как мы создали компанию, у нее был свой собственный генеральный директор, команда, я лишь занимал место в совете директоров и решал очень небольшое количество супер важных задач. Давай вот с этой стороны, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в компании, к какому типу предпринимателя относишься ты и как, вот, что конкретно ты делаешь для того, чтобы компания росла? Давай сразу немного разграничим. Есть разные этапы жизни компании, и, например, когда компания только родилась, там основатель, предприниматель, генеральный директор, он делает одни функции. То есть там ты делаешь все, и даже больше. То есть ты как бы бегаешь, ищешь, ты как бы закрываешь все вопросы. Потом последовательно с ростом компании твои задачи серьезно меняются. И ты от такого делания руками полностью уходишь в работу через команду, и это совсем другое. Если говорить про сегодня, твой вопрос про сейчас. Да, давай про сейчас. Про сейчас. Да, я в этом плане между Сергеем Николаевичем и Михаилом Маратовичем я где-то, надеюсь, в своем пути. И это такой, и не Сергей Николаевич, и не Михаил Маратович. Почему, кстати, они оба призывают идти своим собственным путем и не слушать никого другого. Да, это, наверное, самое правильное. Соответственно, сегодня я включен активно, но мы с партнером, да, вот год назад я вышел из операционной деятельности, то есть до этого 15, почти 16 лет я был генеральным директором, ну, прямо как это, с основания, да. А год назад мы поставили своего нашего командного игрока Валентина Фахурдинова, Сева, и он полностью ведет как генеральный директор с топ-командой всю операционную работу. То есть мы из операционной работы вышли. И как это, бьем все по рукам, чтобы туда снова не войти. Иногда все равно входим, вот. Ну, бьем все по рукам. Самое главное, первое, это команда. То есть то, что мы смотрим, где мы участвуем, это все собеседования, ключевые, работа с тем, чтобы команда ключевая, она совпадала по ДНК, она была сильной, профессиональной, вот команда, да. Дальше. Цель и полагание. Однозначно, цель и полагание – это совместная задача акционеров и менеджмента, да. Дальше. Культура. Культура, ритуалы с точки зрения такого обучения, асессментов, регулярный менеджмент и так далее. Все вот эти вещи – это тоже крайне важная история для нас, как для акционеров. Дальше. Безусловно, погружение в финансы, в цифры, участие во всех аудитах. Ну, то есть вот дальше уже там много-много всего добавляется, но базово – это вот ключевые самые вещи, да, это цели и полагания, ну, люди, цели, культура, вот это то и цифры, да, то, куда мы прямо так вот сейчас погружаемся и вовлечены. Друзья, бизнесу нужны недорогие целевые заявки, и было бы круто, если бы для их получения не приходилось нанимать дорогих маркетологов, которые, к тому же, могут оказаться не такими крутыми, как на собеседовании, знаю это по собственному опыту. Для запуска эффективной рекламы и получения целевых заявок МТС разработал платформу МТС-маркетолог. Это рекламная платформа для привлечения и удержания клиентов на основе Big Data МТС. Инструменты МТС-маркетолога – это таргетированные рассылки SMS, таргетированный обзвон, все виды онлайн-баннеров, реклама в социальных сетях и другие инструменты точной рекламы. Big Data МТС позволяет показывать рекламу только той аудитории, которую интересуют ваши товары и услуги. Поэтому бюджеты на рекламу снижаются, а эффективность растет. Давайте на примерах расскажу, как это работает. Допустим, вы оказываете юридические услуги. В личном кабинете вы выбираете аудиторию, которая недавно интересовалась такими услугами. И баннеры в интернете с вашим предложением будут показываться именно им. Или, например, вы открываете новый автосервис в городе. В этом случае вы можете выбрать клиентов, которые недавно звонили в другие автосервисы или заходили на их сайты. Выбираете ваш регион и ваш город и отправляете им всем свое предложение по СМС. Также работаете с ресторанами, зоомагазинами, салонами красоты, кальянами и так далее. Если продаете квартиры, то можете обзвонить всех абонентов МТС, интересующихся покупкой недвижимости в вашем регионе. И это действительно работает, быстро и результативно. Для вас доступна база в размере 65 миллионов абонентов, давших согласие на получение рекламы. А рекламные инструменты можно использовать как по отдельности, так и комбинируя их между собой в рамках одной общей рекламной кампании. У МТС-маркетолога интуитивно понятный интерфейс и доступна помощь специалиста платформы, чтобы быстро и легко освоить все возможности платформы. А еще появилась удобная мобильная версия, запускать рекламу теперь можно со смартфона. Узнать подробности о возможностях МТС-маркетолога и протестировать его для своего бизнеса можно по ссылке в описании. Переходите и запускайте эффективные рекламные кампании. Поехали. Это вот ты опять же сказал то, что на разном этапе кампании разные функции, как бы нужны и разные подходы. Ну вот давай допустим ситуацию. Вот представь, что ты сейчас начинаешь с нуля. Не совсем с нуля, но с условного нуля. У тебя есть, допустим, миллион долларов. И вот ты начинаешь... Неплохо. Ну да, неплохой старт уже в целом. 10 миллион долларов, и ты начинаешь строить кампанию. Не знаю, такую же или какую-то другую, ну с понятным тебе вектором. Вот ты как предприниматель какой подход для себя изберешь? Подход включаться руками самостоятельно или сейчас с текущей уже своей позиции ты поставишь генерального директора и будешь выполнять функции стратега, такого вот акционера, который сидит в совете директоров и говорит, что делать? Причёте, что и 10 миллион долларов. Да, смотри. Я не верю, вот не верю вообще в то, что можно создать компанию, да, особенно когда она там на раннем этапе роста, без того, что ты нырнёшь и реально будешь погружаться во все процессы. Самое главное, ты будешь хорошо понимать клиента, клиента, его ключевые ценности, да, сам разбираться и понимать команду и вот самому активно участвовать в такой, вот как это, в создании ключевых ценностей для клиента, для команды, для бизнес-модели, для эффективности. Вот этого не будет. Когда мы говорим там про Михаила Маратовича, он в моём понимании профессиональный инвестор, реально, я к нему понятно, с огромным уважением отношусь, и надо помнить, что пятёрку они купили у Рогачёва Андрея Владимировича, да, и это был уже крупный, серьёзный бизнес. После IPO. Да, да, да. Полтора миллиарда долларов. Да, абсолютно верно. То есть, это уже как не стартап. Поэтому, если мы говорим, вернёмся, да, вот классный вопрос, ты спросил, про реальную работу бизнеса, стартап, да, то я верю, что если ты хочешь делать бизнес, делать реальность, да, то нужно нырять и прям глубоко общаться с клиентом, глубоко самому участвовать в подборе и работе с командой, и глубоко самому создавать процессы и эффективность. Да, другая история абсолютно, если ты выступаешь как инвестор, да, ну, это тоже нормальная, нормальная рабочая классная история. То есть, если есть команда, где есть такой лидер, или там несколько таких лидеров, и ты говоришь, я там хочу проинвестировать туда миллион долларов. Окей, супер, ты инвестируешь, дальше ты можешь со стороны помогать с будущим, да, быть таким визионером, как это говорят. Да, модный шаг. Соответственно, понимать рынок, читать там про тренды и так далее, и так далее. Это рабочая история, но просто основное будет зависеть в моём понимании, ещё раз скажу, это в моём понимании, не от тебя, а от тех ребят, которые будут внутри каждый день делать основную работу, вот от них будет зависеть. Другая история, когда бизнес уже крупный, там, конечно, роль акционера, она тоже достаточно важная, и там уже важно понимать и рынок, и, соответственно, это уже структура, это уже более сложная история, и, соответственно, там акционер, он должен качественно выполнять свою работу акционера и не мешать внутри, это, кстати, сложно. Это да, это такой очень тонкий, я так понимаю, момент, когда тебе и хочется, и колется. У тебя был такой опт? Слушай, ну, у меня, как бы, я не доходил до такого этапа, что я понимал, что можно, как бы, полностью там выйти из компании и вообще вот быть акционером, я очень слабо себе это представляю. То есть у меня как раз, ты сейчас на самом деле очень хорошую подсветил вот вещь мне на тему того, что там пятёрка та же самая покупалась, когда она уже была огромной компанией. Потому что я, знаешь, зачастую смотрю, вот, например, там, Фридма и идеализирую его слова, когда он говорит, я ни дня не работал в этой компании, я думаю, так вот же идеальная стратегия, когда тебе нужно вообще не работать в своей компании, а только, условно, рассказывать, что делать и куда бежать, да, хотя на самом деле здесь есть вот такой вот подводный камень, что это уже была огромная структура, которая нуждалась вообще в других рычагах, там, управления, развития и так далее. Вот давай чуть-чуть ещё вернёмся, вот смотри, про включённость, погружение я понял на сто процентов, да. Вопрос, вот часто бывают в жизни компании моменты, когда ты думаешь, что что-то мы, горжись, не туда идём, загибаемся или ещё что-то. Насколько у вас вообще были такие моменты на вашем пути? Или у вас всё летело и вы просто там, знаешь, медленнее росли? Или были моменты, когда вы сомневались о том, что этот бизнес дальше может расти, дальше может существовать? Вот то, что он дальше может существовать и расти не было ни разу, это всегда было чётко понимание, что всё будет хорошо и ощущения. А то, что были там серьёзные ошибки и ситуации, когда там нужно было принимать какие-то резкие действия, да, и там мы уходили в сложные времена. Такое, конечно, было. А можешь принести пример какой-нибудь такой ситуации? Конечно. Вот 10 лет назад к нам зашёл фонд Zoom Capital, мы его не так давно выкупили назад. И тогда мы ещё были совсем молодые, как это, неопытные. Вот основной основатель фонда Григорий Берлинштейн, да, он классный, очень такой правильный, с ценностями, успешный инвестор, но не операционный, не предприниматель, не операционный. Мы получили инвестиции и начали бежать очень быстро, да. Начали бежать очень быстро, открывать магазины, развивать новый ассортимент и делать кучу ошибок. Да, ну невозможно как-то за месяц, даже с большими деньгами родить ребёнка, которого надо носить 9 месяцев. Да, невозможно. А мы, соответственно, захотели это сделать. И у нас пошли достаточно большие потери. То есть, как это, много ошибок, много потерь, много таких, много кровоточин. Мы, ну, Грег предложил на тот момент сменить менеджмент, то есть, нам уйти от операционного управления и поставить профессиональный менеджмент. Вообще вот эта вот история, профессиональный менеджмент, она такая очень, очень, это самое, аккуратно с ней быть. Мы поставили генерального директора, он начал пересобирать команду. Прошло три месяца. По факту через три месяца у компании был операционный убыток ежемесячный, минус миллион долларов. То есть, вот за эти три месяца мы так это просели, минус миллион долларов. И тогда мы полностью, ну, поскольку все равно были основными акционерами, мы снова встали в управление. Это было такое внутреннее, как это, разногласие, не конфликт, а разногласие. Мы встали в управление. И вот с этого минус миллиона долларов начали резко резать косты, резко, жестко расставаться с теми, с кем можно было расстаться. Ну, и, соответственно, делать реструктуризацию, обрезать все лишнее. Ну, вот саг за шагом мы там за полгода вырулили в ноль и дальше пошли развиваться. То есть, если бы этого не произошло, большая вероятность, что там через несколько, там через полгода деньги бы закончились и компания бы могла повесить замок. А вот, кстати, ты так затронул про профессиональный менеджмент и про эффективность компании. Вот есть же, по сути, знаешь, если возьмем американскую модель, да, там все привыкли к дешевым деньгам и в целом, там, знаешь, есть такая фраза, что, не помню, как она звучит, но если, условно, у вас там что-то есть, какие-то деньги, то вы растете слишком медленно, да, то есть, условно, ты должен быть всегда в убытке. То есть, у тебя должен быть... Да, это вот слова наши вот тогда инвесторы. Да, да, я не помню точно, как фраза звучит, но там идея такая, что если у тебя, условно, есть деньги, значит, ты растешь слишком медленно, да. И в России же за счет вот турбулентности постоянной, которая циклично, там, раз в какой-то период времени происходит, очень многие бизнесы, как бы, не дают себе возможность таким образом развиваться, да, и очень аккуратно относятся к инвесторским деньгам, к этому раздутому бёрнрейту, и даже вот там посмотреть, там, Андрей Кривенко, например, в Кусвилл, у них же там, я помню, у них идея, что вообще только свои деньги, только все, эффективность, эффективность, эффективность. И вот здесь возникает большой вопрос, а не считаешь ли ты, что в целом вот бизнес, он мог бы расти гораздо быстрее? Да, в моменте вы могли быть неэффективны год, два, три, но на дистанции это превращалось бы в огромную просто махину, которая сегодня могла бы давать там не сто миллиардов, триллион, допустим, годовой, хотя в моменте тогда пришлось бы там два-три года пострадать, но за счет этого очень сильно разогнать бизнес. Это, наверное, такой основной вопрос, который себе задает предприниматель, когда приглашает инвестора. Ага. Ну вот я так не считаю, то есть сейчас я все-таки сторонник того, что, во-первых, нужно и зарабатывать каждый день, да, и зарабатывать надо каждый день, и расти нужно очень быстро каждый день. И это не противоположные вещи, а должны быть дополняющие вещи. А то, что там рассказывается, что ты либо зарабатываешь, либо ты, соответственно, растешь и там думаешь про капитализацию, это, как это, программирование головы. Вот если ты сейчас скажешь, я хочу и зарабатывать, и расти, то все у тебя будет по-другому. Примеры есть. Тинькофф. Да, вот мы всегда, когда на наших стратсессиях мы делаем, мы показываем Тинькофф, посмотрите, какая прибыль, какой рост. Каждый год там рост 50-процентов, по прибыли то же самое. Ну, только нужно учитывать, что Тинькофф на старте вложили 150 миллионов долларов или что-то такое. Ну, какие-то такие весомые суммы, которые были на старте вложены как раз в топ людей, в инфраструктуру, в технологии, в еще какие-то вещи. И дальше, условно говоря, то есть это вот они жгли как раз, сожгли на старте. Тот же пример там, красное и белое. Да, хороший пример. Я вот не знаю, честно говоря, деталей, но в чем суть? То, что на свои деньги все? Ну, кредитные деньги были, но тем не менее скорость роста, суть в скорости роста и в прибыли. То есть важно не продавать себе идею, что если я расту, то я не зарабатываю. Вот нужно и расти, и зарабатывать. И это возможно. Просто надо искать это решение. Вот понимаешь, да? Также, если у меня есть деньги для старта бизнеса, я, соответственно, вложу эти деньги куда? Я пойду там, закажу себе хороший сайт, там что-то еще, закажу дорогой маркетинг и так далее. А если у меня денег нет, то я могу сделать все то же самое, только гораздо лучше. Почему? Потому что я попрошу там какого-то своего товарища и сам вместе с ним сделаю этот сайт. Я сам сяду и придумаю маркетинговую компанию. Я, соответственно, дальше... То есть я буду искать решение, как прийти к тому же результату, но без денег. И часто это получается не хуже, а гораздо лучше и быстрее. Другое дело, что просто как сознание работает. То же самое у нас произошло. То есть я говорю, первые 7 лет мы там не зарабатывали, потому что цель себе такой не ставили. И себе рассказывали, что мы... Зато мы растем каждый год на 50, тогда еще на 100%. А дальше мы сказали себе... Даже не мы. У нас есть... У меня есть два наставника, таких товарищей, старших товарищей, которые очень много в меня вкладывают. Ну, как это, по-дружески. Это не участники, это не акционеры компании. Нет, ну просто... Владимир Седов один. Да, Владимир Седов. Я не раскрываю второго, просто он не публичный. И, соответственно, в этом плане... Это дорогого стоит, когда ты можешь кому-то позвонить, просить, и тебе сразу скажут, а вот делай так, так и так. Вот Владимир Седов, он там просто золото с точки зрения открытости и готовности делиться. И вот, когда мы там для себя поняли, что, ребят, не, мы должны и расти, и зарабатывать, все, у нас мировоззрение поменялось, и, соответственно, вот мы стали и расти, и зарабатывать. Поэтому самое главное, я бы сказал, нельзя себе продавать идею, что ты либо растешь, либо зарабатываешь. Мы с тобой так это, в бизнес так ушли активно, да? Это такой все равно вопрос. Просто, знаешь, мне кажется, у всех эти темы, они всегда плавают. Но вот я, например, всегда задаюсь вопросом. Вот что отличает, там, я не знаю, небольшой магазинчик от вас? Что отличает три пиццерии от Dodo? Что отличает большую компанию от небольшой? Почему одни растут, зарабатывают и так далее, а вторые нет? И я понимаю то, что нет какой-то одной модели, почему это происходит, но мне всегда очень интересно разобраться в каких-то вот нюансах, где ты в подходе, видишь, например, то есть мне, например, сложно представить, чтобы я, знаешь, может быть, и хотел бы внутренне, но я не представляю, например, как можно жить с семьей на 90 тысяч рублей. Вот, а ты как-то вот, ты абсолютно комфортно себя с этим чувствовал. Я такой думаю, блин, мне надо о чем-то подумать, то есть здесь точно есть, знаешь, такая пища для ума, что я не могу себе представить даже этого. У меня тогда был один ребенок. Чем не менее. Да, семья была тогда в коврове, в коврове жизнь гораздо дешевле. Ну, возможно, но это такое, знаешь, это больше объяснение такое, даже если 200 тысяч, даже если 300, то есть ты как предприниматель, ну, по крайней мере, может быть, я, у меня такая деформация какая-то, но у меня, как предпринимателям, мне очень важно какие-то, да, чувствовать. Вот я сделал, я горбатился, я что-то сделал, мне не столько даже нужно там тратить, мне не сильно получают этого удовольствия, но все равно какое-то вот ощущение, да, комфортной жизни, я не знаю, там, хорошей квартиры, еще что-то. Просто кому-то, например, удается долгую дистанцию идти, реинвестировать, реинвестировать, реинвестировать с целью через много лет получить большой результат. А мне, например, внутренне не удается, то есть я прям внутренне не могу договориться с какими-то такими вещами. Хотя здесь, знаешь, мне тоже товарищ один подсветил идею такую, он говорит, слушай, проблема не в том, что ты не можешь договориться, проблема, говорит, что у тебя нету стоящей идеи, в которую бы ты верил на 100%, что если бы, он говорит, у тебя была какая-то точка, рычаг, куда ты вот точно можешь давить, у тебя 100% вера, то у тебя бы не возникало вопросов вообще об этом. Вот я опять же слушаю тебя, и ты говоришь, что у вас так как раз, я так понимаю, было, что во многом у вас не было вообще сомнений, что у вас была конкретная точка приложения усилий, вы топили в нее, понимали, видели какое-то свое светлое будущее. — Сто процентов, сто процентов. Я думаю, что поэтому я еще раз, когда вот на твой вопрос, что первое? Первое — это цель и понимание того, что ты вот хочешь ее и будешь к ней двигаться, и тебе будет кайфово в процессе и так далее. — Ну, возможно. Расскажи, пожалуйста, про историю взаимодействия с твоими наставниками, назовем их так, да? Я потому что наслышан от наших общих знакомых про то, что Седов, например, конкретно, он какие-то давал вам весьма ценные советы, не то что советы, а делился своим опытом, своим мнением, которые во многом повлияли на ход принятия ваших решений и вообще то, как вы двигались. Вот у меня, опять же, не было таких кейсов, когда ты занимаешься кип-то бизнесом, человек с суперрелевантным, огромным бэкграундом и опытом может тебе подсвечивать какие-то идеи. Расскажи, как вообще это случилось, как вообще получилось так, что вы молодые горячие парни, и вот суперопытный большой предприниматель, который взял вас не то чтобы под крыло, но согласился, так сказать, давать вам какие-то комментарии. Я думаю, здесь есть три вещи. Первое – это удача, однозначно. Второе – это наличие правильных вопросов. Вот оказывается, как 102 миллиарда получились-то на самом деле. Просто удача. Однозначно так и есть. Второе – это наличие правильных вопросов, наличие правильных вопросов. И третье – это активность и поиск. С Владимиром Михайловичем мы познакомились, когда я в 2016 году решил, что пора строить дом, и тогда как раз родился Доброград. Доброград – это фантастический поселок около Коврова. Он сейчас такой очень знаменитый. Многие о нем слышали, знают. И, соответственно, там еще Доброград только-только зарождался. Я решил, что надо, пока есть возможность, забронировать себе участочек. Когда там будет строительство, посмотрим. А участок надо забронировать. И, соответственно, там, как это, выбрал, все сделал. И менеджера, который там мне продавал, девушка замечательная, я говорю, а вот Владимир Михайлович, с ним можно познакомиться как-нибудь? Я слышал, что он активный, общительный и так далее. Он говорит, да я думаю, без проблем. И вечером мне позвонил, говорит, Виктор, приезжайте, Владимир Михайлович будет рад с вами познакомиться, встретиться. Ну, он уже что-то про меня слышал, про наш бизнес и так далее. Все, я приехал. А дальше Владимир Михайлович, он очень открытый, достаточно, ну, он действительно такой визионер. И с точки зрения менеджмента один из таких сильнейших. Ну, дальше я задавал вопросы, получал ответы, исходя из того опыта, который человек имеет. Какие вопросы ты задал? Ой, там много всего. Давай поделись. Первое, самое, конечно, про команду. Да, какая должна быть мотивация у команды? Какая должна быть, что вообще самое главное с точки зрения команды? Как нужно выстраивать обучение внутри? Что важно с точки зрения процессов? Ну, там, как это? Много-много-много всего. С точки зрения рынка. Как нам правильно двигаться? Ну, как это? Ты получаешь обратную связь, думаешь, идешь с ней, рефлексируешь как-то. Да, вот таким образом. А когда ты говоришь задавать правильные вопросы, что ты подразумеваешь? Я подразумеваю, что каждый из нас на каком-то этапе развития, да? И вот к тебе приходит предприниматель и говорит, Саш, а скажи мне, пожалуйста, как зарегистрировать ИП? Тебе интересно будет отвечать? Нет. А если к тебе придет предприниматель и скажет, Саш, вот я запустил там рекламную кампанию, она стала номер один в России, и я хочу в Инстаграме доделать там пиар, да? И вот у меня есть такие-то крутые идеи. И ты вроде смотришь, как бы идея вроде бы и ничего. Классные. Тебе интересно будет? Ну, с большей вероятностью, да, я понял твою мысль. Понимаешь, да? То есть, как бы ты уже понимаешь, что твоя обратная связь, она даст пользу. Да, очень важно то, что ты подеришься, это даст результат, даст пользу. И, соответственно, тебе интересно. Правильно? Плюс ты в процессе, когда будешь какую-то обратную связь давать, ты еще сам подумаешь, какие-то для себя акценты поставишь. Вот поэтому, когда я говорю правильные вопросы, я имею в виду вопросы, которые, получается, и совпадают с тем, что интересно человеку, и соответствуют там какому-то уровню развития. Да, вот таким образом. Хотя, знаешь, если вернуться немножко, я считаю, что только один вопрос, может быть, неправильный, это вопрос, который не задан. Да, вот прям сто процентов. И абсолютно точно надо задавать все вопросы, а дальше мир тебе поможет, все будет хорошо, все будет как надо. То есть не надо стесняться точно никаких вопросов. Но это другая тема, да? Тем не менее. Как-то Женя Чеваркин, основатель университета, его еще тоже помнишь, молодые предприниматели его уже не так хорошо помнят. Он был у меня. Был, да? Да. Не смотрел у тебя на подкасте. Да-да-да. Так. Не смотрел видео. И вот он как-то сказал, когда еще в России был, что я каждый раз там выступаю на конференциях и так далее, я оставляю свой мобильник. Прям просто публикую свой мобильник на слайдах. Как вы думаете, сколько народу звонит? С них кто не звонит вообще? Вот это, кстати, парадоксальная штука, ты не поверишь, тоже вот буквально пару дней назад с товарищем обсуждал. Я познакомился с одним предпринимателем из сферы IT, очень известный, все его знают. И я, представляешь, я сидел с ним, мы сидели, два часа общались и так далее. Он там, он спрашивал меня, я спрашивал его и так далее. И потом я прихожу домой и думаю, вот какой вопрос я мог бы задать вот такой, чтобы он прям кардинально, знаешь, вот повлиял как-то на мою жизнь. И такой понимаю, а никакой. То есть вот нет вопроса, знаешь, какого-то вот такого ключа. То есть какие-то, да, я какие-то спрашивал мысли, тут что-то подтянул интересную, тут какую-то интересную идейку, тут какую-то интересную идейку. Но вот такого, что, знаешь, на 180 градусов его нету просто-напросто. И мне кажется, что... А очень хочется, то есть очень хочется, чтобы, знаешь, задать вопрос, и бац, и все, и твоя жизнь преобразилась, все поменялось, ты вышел на принципиально новый уровень. И мне кажется, это вот как раз, это и есть причина, что когда тебе кто-то дает телефон, ты думаешь, и что я спрошу? То есть какой-то банальный вопрос, буду как глупый, знаешь, какого-то умного вопроса решающего, у меня нету. И вот оно на этом, мне кажется, и затухает, и останавливается. Возможно, возможно, да. Не знаю, потому что какой-то такой вот ключак, все равно нет к ответу. Ну, при этом, если да, если ты там постоянно к чему-то двигаешься, то у тебя эти вопросы есть. Да, и тогда ты как бы с удовольствием их спросишь. А вот тебе часто пишут какие-то ребята на тему того, чтобы ты стал для них вот таким вот человеком, как Владимир Седов для тебя, например? Ты знаешь, периодически приходят такие вопросы, предложения, но у меня нет на это времени, и я вкладываюсь в первую очередь в команду, и даже номер ноль я вкладываюсь в своих детей, я хочу с ними больше времени проводить, я вкладываюсь в команду. С точки зрения наставничества, и вот я думаю, что позже это будет. То есть я думаю, что позже какие-то будут и, надеюсь, будут и книжки, и, возможно, какие-то тренинги, которые там будут полезны для мира. Сейчас пока я все-таки больше в такой, в реализации своей мечты и в этом плане сфокусирован на том, что есть. Да. В куларах. Но я при этом всегда, когда меня спрашивают, я всегда отвечаю. То есть я не то, что там это самое. Не всегда, когда у меня есть кто-то конкретный вопрос спрашивает, и я вижу, что это надо, я всегда отвечаю и без проблем. А вот давай сразу, раз уж мы с тобой про вопросы заговорили. Вот, например, человек пишет тебе вопрос. Ты, у тебя 8 тысяч человек в команде, огромная компания. Вот каким образом человек должен задать вопрос тебе, чтобы получить от него максимальную пользу? Вот что, вот ты, смотри, у тебя есть огромный, опять же, багаж, да, вот, и приходят вопросы. Я уверен, что большинство из этих вопросов, они, ну, как бы, такие себе, мягко говоря. То есть ты в целом ответишь, ну, думаешь, блин, ну, чувак, мог и в гугле в целом посмотреть, как бы, да. Вот каким образом должен быть задан вопрос, чтобы человек от него получил максимальную пользу, и чтобы ты мог и хотел дать какой-то крутой вот ответ, который поможет человеку? Я думаю, что вопрос должен быть на ценностном уровне, да, вот на уровне ценностей, на уровне убеждений, потому что, если вопрос на ценностном уровне, то, на уровне убеждений, то дальше он повлияет на всю жизнь человека, да. А часто мы так устроены, что когда нам кто-то сказал, слушай, ну, вот надо быть порядочным, надо быть надежным, честным, да, слушай, вот надо там, ну, не надо, вот я вот, например, вкладываюсь в развитие своей семьи и детей, я от этого получаю огромное удовольствие, фантастическое, или там, вот у нас реально там высокий уровень счастья сотрудников, и мы от этого кайфуем, и это дает реальные результаты финансовые, и вот как бы какие-то ценностные вещи, если человеку сказал, и человек себе сказал, все, это так, и когда есть уровень на ценностях, дальше уже все строится выше, дальше уже все организовывается, поэтому, наверное, вопрос на этом уровне, он самый такой правильный для влияния на будущее. В кулуарах ходит история о том, что, я не знаю, сколько это правда или нет, что в какой-то момент вы с партнером пришли к Владимиру Седову и сказали, как мы можем отблагодарить вас за то, что вы там нам дали, за то, что вы для нас сделали, и он сказал, что лучшее, что вы можете сделать, это найти таких же ребят и стать для них такими же наставниками, как я для вас. Это реальная история или это фейк? Она не совсем точная. Это похоже. Похоже, да. У Владимира Седова есть товарищ Том Уэллс, это американец, ему сейчас 76 лет, я очень рад, что он и мне товарищ. И когда Владимир Седов развивал бизнес, Том Уэллс ему помогал. Ну, как помогал. Тоже давал какие-то рекомендации. Понятно, что это не то, что там вот 90% от Том Уэллса и 10% от Владимира Седова. Нет, это когда ты каждый день, я уверен, Владимир Михайлович, каждый день херачил, с утра до вечера, но и со стороны получал реально толковые ответы на свои вопросы от Тома. И в свое время Владимир Михайлович спросил Тома, Том, как я могу тебя отблагодарить? Я хочу тебе там денег, дом, ну и так далее. На что Том ответил, слушай, сделай так, у тебя будут ребята, которые будут тебя спрашивать, помогай им, пожалуйста, тоже. То есть у тебя будут предприниматели, которые будут к тебе приходить, ты тоже это самое. И вот Владимир Михайлович, это его история, я прям до сна. Я понял, она на уровень спустилась ко мне. Он выбрал, мне зашла Божья благодать, что Владимир Михайлович выбрал меня как человека, которому он готов помогать и наставлять, все же с этим связано. При этом я хочу сказать, вклад, вклад этой пользы он большой, но это все равно не там, это не то, что там, тебе сказали, что делать, и завтра ты там вырос. Нет. Это как спортсмен, для спортсмена важен крутой тренер, и соответственно тренер может сказать какую-то обратную связь, ты по-другому стал делать, и у тебя новые результаты. Но самое-то ключевое это каждый день делать. Самое ключевое это каждый день делать. В этом плане как раз когда человек со стороны, который уже прошел этот путь, скажет, слушай, сделаешь так, будет вот так, сделаешь так, будет вот так, и он уже просто пять раз, десять раз это проходил, то ты понимаешь, ты делаешь, и у тебя гораздо быстрее результат идет. Не мутно говорить? Не, не мутно, я понимаю, просто, знаешь, всегда на себя пытаюсь как бы экстреполировать, вот ты как думаешь, вот такой человек в жизни предпринимателя, какой-то, да, наставник, он насколько вообще важен? Ты уже сказал, то, что понятное дело в первую очередь делать, но тем не менее, насколько человек, не то, что может, наверняка может, и есть примеры людей, которые вообще в одиночку двигались, ни с кем не общались и сделали суперрезультат, но тем не менее, насколько вот человек с большим опытом является бустером, ускорителем, или это такая, знаешь, больше поддерживающая какая-то история, которая чуть больше тебя развивает, но не является каким-то суперкатализатором для роста? Я думаю, что бустером, ускорителем является твое личное развитие, да, личное развитие, оно может быть в чем? Оно может быть в чтении книг, оно может быть в прохождении образовательных программ, оно может быть, вот, очень классный опыт, это посещение, погружение в другие компании, аналогичные твоей, супер, оно может быть общение с наставником, оно может быть еще что-то, вот, когда ты ищешь, да, и, соответственно, обогащаешь себя как раз пониманием того, как должно все работать, у тебя происходит количество вариантов, из которых ты выбираешь, когда ты уже делаешь приоритеты, да, когда дерево целей составляешь, когда приоритеты выбираешь, у тебя количество вариантов гораздо выше, ты по-другому, ты гораздо больше картинку понимаешь, вот это важно, а дальше это может быть, соответственно, наставник, который тебе даст очень качественно, очень четко и конкретно приоритеты, Это могут быть MBA программы какая-то, Гарвард, что-то еще. Это могут быть книжки, ну и так далее. Раз уж мы про обучение затронули, ты человек из физтеха. Ты закончил в итоге университет? Конечно. А, закончил. Насколько, на твой взгляд, это такая тема, знаешь, спорная, насколько, на твой взгляд, обучение влияет на то, что человек получает дальнейшую жизнь? Мы даже перед подкастом уже затронули детские школы, и я просто сразу меня стригерил, и ты сразу сказал, «Математика здесь плохая». И я вот мне прям сразу зацепился мозг за эту идею. Насколько, на твой взгляд, обучение важно? У меня просто нет высшего образования. Я знаю, ты со второго курса ушел, с финансовой, да? Да, да, да. Но ты бизнесом занялся уже в девятом классе. Ну, я занимался, я вот в последних классах школы пробовал, 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 и у меня как раз там на втором курсе у меня очень четкие уже были бизнес-запросы, и я как бы понимал то, что я условно могу вот здесь сидеть и получать информацию, которая мне вообще никак сейчас не помогает, она только забирает мое время. Либо я могу попытаться где-то чуть более в ускоренном виде найти ответы на свои бизнес-запросы и решить их. И я тогда просто принял решение, что я, окей, я не буду просто ходить в универ, буду пытаться это сделать, и все, и дальше меня уже затянуло, и там просто пути назад, скажем так, не было. Но я не знаю, как было бы, если бы я там условно получил образование, что бы было, или может быть я там в физтехе учился. Вот мне поэтому интересно твое мнение, как человек, который по сути закончил, ну физтех, наверное, один из лучших, самых сильнейших там вузов не только России, вообще мира. Я думаю, что номер один, мне очень важна была там школьная история, то есть до физтеха. У меня фантастический преподаватель по математике, и я там участвовал в олимпиадах математических, побеждал. Это достаточно много дало, плюс не только логическая, но и творческая часть, то есть я там играл на баяне, семь лет школу отрубил, отрубил на Бретоне. Ну то есть вот такая история, да, доинститутская. Она крайне важна, то есть на уровне твоих софт-скиллов и хард-скиллов, как принято говорить. Дальше, дальше там можно идти в институт, можно не идти. Мне кажется, зависит от твоих целей и как это, что и как хочешь. Можно не ходить и вполне быстро, и качественно, и классно расти, и развиваться, если у тебя уже есть понимание твоего бизнеса и того, что ты хочешь создать. При этом университет дает, конечно, огромные плюсы. Что мне дал физтех? Первое – это умение быстро обрабатывать большие объемы информации, потому что физтех, там фантастическое количество матана, аналитическая геометрия, ТРФИС, всего-всего, да. И ты должен все это как-то очень быстро через себя пропускать, выделять главное и, соответственно, потом сдавать экзамены, ну как это, как-то проходить на следующий уровень. При этом я не гений, да, я там достаточно... То есть я хорошего развития, я хорошего развития, но я не гений, потому что на физтехе есть гения, я их видел. Да, я тоже видел их. Видел, да? Я тоже видел, да. Я занимался, перебью, прости. Конечно. Я ходил на Мехмат в МГУ, я очень любил математику, просто невероятно любил геометрию, прям такой с начальных классов просто с ума сходил вообще. И в какой-то момент, когда там школьная программа, она была супер вообще там элементарная, я пошел в МГУ, есть такая штука, Малый Мехмат называется. Это до универа еще, ты приходишь, у тебя занятия Мехматом. И вот там были ребята, которых я чувствовал себя невероятно умным с точки зрения математики в школе, потому что я просто там любую задачу решал просто за 2 секунды. Но когда я пришел туда, я понял, что я просто дерево по сравнению с теми ребятами, которые реально гении, которые в уме считают невероятные цифры, которые видят какую-то логическую цепь в любой задаче, и это происходит просто как будто из воздуха. Но они своеобразные ребята в основном. Они своеобразные, да, 100%. Поэтому совпадаем полностью. И здесь вот, видишь, очень важно, что у тебя уже база после... Ты же все-таки в финку поступил финансовую, да? И два года проучился, просто ты понял, что не твое. То есть у тебя уровень интеллекта, уровень развития действительно крайне высокий был, да? Хотя на самом деле для бизнеса это тоже, наверное, не ключевое. Не ключевое. Не ключевое. Как это? Среди умных и активных всегда побеждает активный. Да. А уже среди активных в итоге побеждает самый умный. Да, да, да. Но первое это это самое. И здесь физтех дал фантастическую базу. Вот первые два года это вот как раз огромный объем информации, структурирование и пропускание через себя. Хотя, кстати, вот я тоже там с 11 класса, когда я только поступил, я сразу работал. То есть я вот на физтехе там все года, такой был график, я рано уходил, слушай, так это немножко все, как самый пиар такой, да? Рано уходил, вот я просыпался, у нас там 4 человека в комнате было. Ехал на штамповку, у нас там рядом склад FM Logistics был около Долгопрудного, там две станции приезжаешь. Ехал туда на штамповку, там проверял, как ночью заштамповали палеты, потом оттуда ехал, по школам ходил, по школам это физтех колледж такой был, нужно было ходить по школам, приглашать детей в физтех колледж учиться. Проходил три школы, после этого ехал на работу 1С-программистом, 4 часа сидел, работал 1С-программистом и потом там уже ехал, там занимался институтскими делами, ну и там в процессе тоже что-то где-то учил, делал там и так далее. То есть это вот пока не было активных экзаменов. Когда экзамены, там понятно уже начинаешь прям фигачить это самое. Вот. Это я про что? Это я про то, что как получалось, вот все равно много и работы, и там параллельной учебы, и вот это все как вместе, когда огромная многозадачность, много-много всего, ты хочешь не хочешь, ты расставляешь приоритеты, ты по-другому начинаешь структурировать, и у тебя, ты начинаешь работать, да, это важно, это очень важно. Второе, что мне дал физтех, конечно, это по-своему, как это, нетворкинг и такой факт физтех, да. Я, может, после второго курса уже особо не учился, но на самом деле так и есть, да, я там с третьего курса уже занимался бизнесом, там много всего было, ну, как это, перед сессиями, понятно, все равно готовился и так далее, но сам факт, когда ты приходишь, говоришь, я там физтех, да, тебе сразу уровень доверия, о, физтех, ну, все понятно, там, нормально, вот, поэтому... Если ты выжил там, то выживешь и тут. Да, сейчас погоржусь, секрет тебе открою, сейчас учусь в Гарварде на Executive MBA программе, да, вот. Онлайн? Офлайн. А, ты летаешь? Да. И то же самое, когда ты говоришь, ну, я учусь в Гарварде... Это сильно, да. Вопросов даже не возникает, знаешь, даже люди, которые проходят в Гарварде какой-то маленький онлайн-курс и говорят, я учусь в Гарварде, ты такой умываю руки. А тут говоришь, Executive MBA программа лучшая в мире, номер один топовый там и так далее, да. Хотя по факту, ну, по факту, как бы, ну, я не могу сказать, что это сверх какие-то знания. Это в первую очередь также вау-контакты, очень хорошие люди, ну, и там плюсы, связанные с каким-то нетворкингом, ну, плюс, понятно, знания, но знания там уже на третьем... Если не секрет, сколько стоит MBA в Гарварде? Недорогая там, один этап, что-то, по-моему, ну, как недорогая. Дорогая, дорогая, смотря с чем сравнивать, ну, относительно того же Сколково, один этап стоит 45 тысяч долларов. А, ну, это обычно, это примерно такое же цене, как Сколково, условно говоря. Да, да, даже дешевле. Да, да. Ну, там тоже такой цензор, там, чтобы поступить, нужно так и заморочиться, как говорится. А вот ты сказал про контакты, примеры людей, которые с тобой в Гарварде проходят Executive MBA, что это за люди? И вот ты, давай, Иван, что это за люди для начала? Ну, вот на нашем потоке, да, 169 человек, и 71% это международные, да, там, 46 стран. Ну, вот, 46 стран. И это предприниматели с опытом от 16 лет своего бизнеса, от 16 лет своего бизнеса. У них один из критериев это люди, которые хотят поменять мир. То есть, они воспитывают лидеров, которые хотят поменять мир. И тут вот важно... Это один из критериев, чтобы попасть на мир. Да, да. И тут важно, как бы, показать, доказать, что ты, кроме того, что успешный предприниматель, да, ты действительно, как это, хочешь создать что-то великое, большое, что повлияет положительно на будущее. Вот. Вот это такой основной критерий для них. Каким образом ты доказывал, что ты хочешь? Ну, ты пишешь, там, письмо про себя, пишешь письмо про свой бизнес, про свои цели. Ты проходишь собеседование, интервью, да, ты находишь, делаешь рекомендации от людей, которые тебя знают, желательно, которые проходили эту программу. Ну, вот таким вот образом. У меня был диалог с Ваней Хохловым, 12 Stories. Он часто к MBA ссылается. И он часто рассказывал вот про ребят каких-то из MBA и то, что он смотрел на них. И когда он первый раз туда пришел, что он смотрит, они прям, он думал, сейчас там уникумы будут вообще, я там буду самый глупый и так далее, и так далее. В итоге, говорит, когда оказался там, я понял, что я в целом тоже что-то могу. Да, там есть очень крутые люди и так далее. Но в целом, говорит, меня это только вдохновило и вообще подпитало, что я в действительности могу много в чем там пробоваться, проявляться и так далее. Расскажи какой-нибудь вывод, инсайт, который ты получил во время прохождения программы. Мой главный вывод был похож. То есть, что мир большой, я для себя открыл вообще в целом большое количество стран, которые я вот так не смотрел. И что уровень нашего бизнеса, который реально мы там выстроили, он супер, ну он прям реально высокий. С точки зрения основных процессов, а самый главный процесс это работа с командой, да, как у нас выстроен подбор по ДНК, ассессмент, процессы по корпоративной культуре, процессы по там мотивации, по рейтингу, все ритуалы регулярного менеджмента, стандарты встреч, стандарты подведения итогов и так далее. С точки зрения финансовой дисциплины, бюджетирования там. Ну вот я понял, что мы реально на хорошем уровне и что нам точно можно и нужно идти за пределы России, да, и мы будем супер конкурентны, если мы вот эту культуру нашу, да, наши выстроенные процессы будем переносить на другие рынки. Прям вообще просто мы там будем качественно, ну будем это самое классно работать. Единственное, понятно, что номер один это все равно правильно понимать клиента. То есть это отдельная вообще история. Так что для меня такое основное открытие было, что мир большой и не нужно думать, что вот кто-то там знает какие-то мега-секреты. Нет, на самом деле надо просто работать, двигаться, действовать и все будет в порядке. Я, кстати, так же двигался, вот как ты говоришь, я первый день приехал, там сижу, смотрю, думаю, блин, что бы никто не сказать, да. Потом раз, вопросы задаются, ты думаешь, ну я вроде вот так же и хотел ответить, а вот вроде как я вот это там продумал, ну и дальше ты уже начинаешь активно выступать, давать обратную связь, и оказывается, да, ты развитой, все в порядке, да, ты действительно многое понимаешь, знаешь. Ну мы, например, тоже в своей работе, мы же постоянно, у нас есть обмен опытом, да, и мы, у нас там обмен опытом был с ЕПАМом, с Амазоном, мы отдельно гоняли в Силиконовую долину, брали, как выстроен там Google, там Facebook, то есть мы прям там погружались, да, в них. То есть с точки зрения такого разносторонности, разностороннего развития, мы внутри много вкладываемся, и там у нас те стандарты, которые есть, они действительно такие, как это международные, то есть такие базовые, международные, какие-то такие. Да, ну то есть, делай вывод, то есть такие штуки, где ты вроде бы приходишь, и там все должны быть суперкосмонавты недосягаемые, они делают только увереннее, да, тебя в том, что в целом, ты чего-то тоже стоишь, и ты умеешь многое, и то, что в целом можно двигаться дальше. Потому что я вот не первый раз слышу это. Да, 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 да. Вообще, как это, классно, когда ты, наверное, классно, когда ты не имеешь большого эго, да, ну то есть, когда ты оцениваешь себя адекватно, или даже, может быть, чуть ниже, чем ты есть на самом деле, и видишь для себя развитие, ну, когда не ходишь там уже, как это, с пониманием, что все у тебя хорошо, и ты король. Да, потому что как только такое происходит, ты сразу, скорее всего, начинаешь идти вниз, да, крен. Важно всегда быть открытым и пустой книжкой, на мой взгляд. Вот. А когда ты получаешь такую поддержку, да, понимаешь, что у тебя есть знания, умения, ты вроде не соображаешь, то это хорошая история, да. А у тебя были какие-то моменты вот на вашем пути становления, на твоем пути становления, когда у тебя корона вырастала, и потом ее как-то хорошо, качественно сбивало. Ты знаешь, я не помню, но я уверен, что были. То есть, так, видимо, хорошо сбило, что память отбила. Возможно, да. Ну, я честно не помню, чтобы вот я как-то там менял отношение к миру, к людям, вот. Но я думаю, что точно были, там все мы через это проходим, вот. У меня к тебе такой вопрос, вот ты несколько раз упомянул, что для тебя вкладываться в семью, в детей, тебе нравится, ты про образование сказал, про ценности сказал. Вот какие ты выделяешь для себя, я не знаю, ключевые ценности или какие-то постулаты, которые в тебя родители заложили, которые сделали тебя тобой? Не важно сколько, один, два, три, пять, десять. Вот то, что ты для себя выделяешь. Классный вопрос. Он глубокий. Я давай отвечу на него то, что мне сейчас приходит в голову. Давай. Прямо так это, да? Какие ключевые ценности мне заложили? Я думаю, что первая ценность, это ценность развития, да. То есть вот важно постоянно расти, развиваться, двигаться, не останавливаться. То есть постоянная такая эволюция, движение вперед. Вторая. Раскрой, прости, перебью тебя. Раскрой, пожалуйста, если несложно. То есть каким образом ты видишь, как тебе это заложили? Я иногда об этом думаю. И вот я думаю, откуда у меня вот эта безудержная история, что не могу сидеть на месте, что мне постоянно вперед, 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 вперед. Я, например, не могу отследить, что именно конкретно вот простимулировало меня. Но я при этом хочу своим детям сделать так, чтобы они тоже хотели бежать вперед, развиваться. Вот ты понимаешь, что для тебя это стало причиной? Что именно заложило в тебя желание развиваться? Ну, если говорить вот про воспитание, я думаю, что там две вещи. Первое. Дети же, они перенимают от нас бессознательно, на уровне энергии многие вещи. Да, и здесь можно даже не закладывать, а просто если родители такие активные развиваются, а дети рядом с ними постоянно, то они на уровне энергии, а на уровне просто базовой такой жизненной вещи, жизненных привычек, жизненного осознания, слышания того, что родители говорят, да, это перенимают. Вот. В этом плане у меня мама, она такая была всегда развиваться, читать, шахматы, музыка, математика, вперед-вперед, не спать и так далее. Не спать. Да, вот. То есть здесь огромная благодарность маме. А с точки зрения ритуалов, ну, ритуалы – это как раз то, что у меня там график, он всегда был в детство полностью загружен. То есть я там в стандартное школьное время, получается, ходил на шахматы, на английский, на музыку, на карате и еще участвовал там во всяких школьных кружках. Это вот такой стандартный там, стандартный год. И при этом это все там было благодаря поддержке, понятно, мамы, которая там каждый день с нами была. Она так же делала для нас такую классную штуку регулярно. Это приключение по оценкам. Да, у тебя, если пятерка, то ты там на три шажочка вперед идешь. Если четверка, то на месте. Если тройка, то на три шажочки назад. Если двойка, то на десять шажочек назад. И ты двигаешься, у тебя там прошел какую-то часть пути, у тебя там раз конфеты. Прошел еще какую-то часть пути, раз там, не знаю, шоколадка или еще что-то. Нормально. Да, и ты каждый, ну такое соревнование, да. И мы регулярно такие вещи создавали, мама придумывала что-то такое, и вот мы как по ним двигались. Поэтому как-то вот оно таким образом внедрялось. Я, кстати, аналогично сейчас делаю классную штуку. Это таблица достижений для своих детей. Мы там по колесу жизненного баланса определяем, у кого в каких областях есть точки роста, там, в творчестве, в финансах, в взаимоотношениях с семьей, здоровье, физике. Да, и дальше каждый берет себе пять задачек на день. И вот по пяти задачкам мы каждый день отмечаем галочки сделал, не сделал. И это там на 30 дней. По итогам 30 дней у кого больше галочек, тот выиграл приз. Ну, а приз тоже заранее там согласовывается. Там у кого-то лего, у кого-то кукла, у кого-то там какая-то, не знаю, плата айтишная. А у кого-то, как у меня, просто праздник, который мне должны сделать. Ну, то есть вот эти вещи, они ритуалы, да, такие вот ритуалы, они создают и внедряют тоже отношение к процессу. Прикольно. Ладно, идем дальше. Я тебя отодвинул, мы про ценности говорили. Первое, ты сказал про развитие. Да, развитие. Вторая ценность, я думаю, что приносить пользу. Да, то есть ценность приносить пользу. И здесь важно действительно, чтобы то, что мы делаем, это давало какой-то результат, да, влияло положительно на мир, на людей. Ну, действительно важная история такая для меня. Если завтра к тебе придет кто-то и скажет, смотри, даю тебе, хотел сказать миллиард долларов, понял, для тебя это копейки, 10 миллиардов долларов, но делать нужно будет не очень полезные штуки. Ты возьмешь? Ну, точно нет, конечно. Точно нет? Точно нет. Даже никак не шевельнется бровь? Вообще, абсолютно. Понял. Идем дальше. Я думаю, то же самое и ты на своем уровне. У меня очень высокий уровень внутренней тревоги потом будет. То есть у меня это, знаешь, как... Я, короче, спать потом просто не буду. То есть у меня иногда, когда поступают какие-то подобные предложения, я такой думаю, с точки зрения денег очень хочется, но я думаю, я потом хуже себе самому сделаю. И в итоге я удовольствия от этих денег не получу. И поэтому у меня такой, знаешь, стоп на все эти вещи стоит всегда. Как-то я не знаю, откуда так заложено. Мне кажется, в детстве много раз пугали разными историями. Ты знаешь, вопрос денег, да, он такой очень... Это отдельная вообще тема такая большая. Сопряжение уровня счастья с уровнем дохода. То есть было исследование, можно найти, Forbes, по-моему, делал. Да-да, что там небольшая сумма очень быстро растет, а потом... То есть до 100-150 тысяч долларов в год, в зависимости от страны, уровень счастья прямо растет хорошо, потому что это школа для детей, медицина для тебя, еда, какая-то база качественная. А дальше он не растет, а иногда даже падает. Ну то есть там в зависимости уже от того, кто как двигается. Поэтому наш же уровень счастья, он очень сильно зависит от окружения. И даже не очень сильно, вообще номер один вообще, что влияет на уровень счастья, в моем понимании, это люди, с которыми ты дружишь, каждый день общаешься, живешь. Да, вот это важная история. Ну окей, уходим назад. Да, то есть порядок. Развитие, польза. Развитие, польза, да. Что еще в таких базовых постулатах? Я думаю, что вера, точно вера в то, что… Ну вера в свои цели. Да, наличие цели еще раз и вера в них, что ты их точно достигнешь. То есть у меня как-то не было сомнений, что в итоге я буду бизнесменом, предпринимателем, и мы построим что-то хорошее и великое. Это еще там было совсем-совсем с раннего возраста как-то заложено. Вот это такая базовая тоже, базовая вещь, которые были. Да, вот. Сейчас вот не идет особо. Видимо, все. Да. Ключевое. А если бы ты мог выбрать вот что-то одно, что ты можешь своим детям заложить, вот только одно можно выбрать, что это будет? Я думаю, что одно – это надо быть хорошим человеком. Чуть-чуть, ну то есть как… не конкретно, да, очень не конкретно, но тем не менее. Так-так или иначе, надо быть хорошим человеком. А в чем это для тебя проявляется? Это в взаимоотношениях, уважении к людям. Это в пользе, которую ты даешь, в твоей работе. Это в маленьких вещах, в том, как ты к друзьям относишься, как ты к родным относишься, как ты выстраиваешь такую базовую свою жизнь, как ты решение принимаешь, честный ты по отношению к себе или нечестный. Вот это, наверное, такая основная история. Ты много раз упомянул про какой-то вот… Интересно, я сейчас тебе отвечаю абсолютно, как это вот, текущим потоком. Да-да, ну так это же всегда интересно. Потом придешь ко мне через два года. То есть, если бы я посидел, подумал, я, может быть, сказал что-то совсем… Ну, это же, знаешь, на самом деле такое. Если мы посидим, подумаем, каждый из нас может очень красиво сформулировать все, что угодно. А когда тебе задают вопрос, ты периодически в ступор впадаешь, но, по сути, ты не пытаешься красиво сформулировать какие-то вещи, то есть, это такое, мне кажется, тоже важно. Ты же знаешь, все равно большая часть того, что мы видим в книгах там или где, оно как раз обдуманное, красиво написанное, даже все равно такое идеализированное немного. Здесь так или иначе получается живое. Ты много раз сказал про то, что ты видишь какую-то картинку своего будущего, какие-то цели свои, там про счастье ты упоминал. Вот, наверное, мой финальный вопрос, он будет в этом степе, он будет такой широкий. Первое, какую ты видишь для себя картинку, тебе 36 лет, у тебя огромный уже результат. Ты трое детей, семья, много всего, 36 лет, впереди еще как минимум столько же, а может быть и больше, и лучше, чтобы больше. И вот какую ты видишь для себя большую цель? Что, на твой взгляд, будет тебя мотивировать через 10, через 20, через 30 лет, куда ты хочешь пройти? Пускай это будет первая часть вопроса. У меня есть тетрадочка, и вот в этой тетрадочке я свою линию жизни нарисовал. И по этой линии жизни я нарисовал там основные вещи, к которым я хочу идти. Она была сделана, когда мне было там 25, да. И там есть цель на 30, на 35, на 40, на 45, на 50, на 80. И там есть ключевые критерии. Ключевые критерии – это семья. Что мне важно с точки зрения семьи, детей, внуков, своего там создания фонда для образования, семейного фонда. Там есть блок, связанный с бизнесом, масштаб текущего основного бизнеса нашего, всеинструменты.ру, выручка, прибыль, соответственно, команда. Там есть отдельно, у меня есть в своих целях, это школы. Мне очень хочется создать и запустить 500 школ по России, которые будут в первую очередь развивать и давать детям софт-скиллы. То есть такие вот скиллы взаимодействия, скиллы общения, правильной, честной соревновательности, такого лидерского воспитания. Там есть клиники. У меня тоже, одна из моих целей – это запустить несколько клиник вместе с университетами. Вот это то, что записано там на линии жизни. И ты знаешь, я вот по ней иду, и плюс-минус попадаю. Это фантастика, но плюс-минус попадаю. Если говорить про долгосрок, то я вижу там свою жизнь 100 плюс с небольшим. Для меня, мне очень хочется, я как-то говорил, увидеть своего пра-пра-правнука. Да, вот прям очень хочется. Или нужно и дети, чтобы ускорялись, и ты, чтобы подальше жить. Все так. Ты там старшему скажи, что поторопился, папа-план. Точно, точно. Он так и строен, да. То есть вот каждые 20 лет доступ к ускоряющему. Да, да, такие о том же, да. Все правильно. Ну и там есть вот такие конкретные цели, связанные моё видение с тем, что бы хотелось. Ну вот в моей тетрадочке я там до 80 лет и на 80 лет себе ключевые вещи прописал. И я когда на них смотрю, я кайфую. То есть вот я прямо это самое. Получаю огромное удовольствие, это даёт огромную энергию двигаться, что-то делать. Если я иногда там теряюсь, забываю про то, для чего я здесь перегружен, устаю или ещё что-то, да, то взгляну снова в тетрадочку, я кайфую. И вот эти цели меня заряжают. Вторая часть вопроса, которую ты уже по сути начал раскрывать, но она как раз целей, потому что столько раз об этом упомянул сегодня, что не могу не спросить. То есть вот как ты, вот ты взял, написал, и вот как ты понимаешь, что вот это то самое. Вот у меня, знаешь, бывает, я напишу там, смотри, блин, а оно мне надо вообще или не надо. И у меня сомнением-то, я хожу, пытаюсь как-то вот почувствовать какой-то внутренний резонанс найти, могу закопаться в этих мыслях, знаешь, и так далее. Вот как ты понимаешь, у тебя просто я слышу, ты говоришь, поставил и делаю. Как ты убеждаешься в том, что это то самое, что это та самая точка, куда ты хочешь прийти. Неважно, относительно бизнеса, не бизнеса, чего угодно. Ну, это уровень энергии, который внутри появляется, когда ты об этом думаешь. То есть вот твой эмоциональный отклик, да, твой такой эмоциональный отклик, который появляется, когда ты об этом думаешь. В цели тоже в себя надо, конечно, влюблять. То есть я это не умею, это не моя профессиональная история, я просто знаю, что цели надо тоже в себя, цели надо влюблять, надо обязательно себе показывать, что они тебе дадут, чтобы мозг как бы связку между целью и удовольствием простроил, иначе это не будет работать. А для меня это просто что ты любишь, Саш? От чего ты кайфуешь? Я в теннис люблю играть. В теннис, супер. Когда тебе говорят, Саш, поедем на неделю, потренируемся с классным тренером в хорошей компании, у тебя эмоциональный отклик есть? Да, 100%, конечно. У тебя уже не встает вопрос, хочу я, не хочу, почему хочу. Вроде есть, и кайфово. Так же у меня происходит. Перебью тебя. Буквально вчера разговаривал с товарищем, мы обсуждали какие-то задачи, какие-то проекты, направления, которые точно нужно закрывать это. Он говорит, почему? У тебя есть возможность встретиться с самым интересным человеком в жизни, который тебе больше всего. Ты смотришь, ты прям фанатеешь, тебе очень интересно. И он тебе пишет, говорит, могу на другой точке света в 5 утра. Я говорю, у тебя возникнет вопрос, лететь или не лететь. А вопроса не возникнет 100%. Ты скажешь, где можно купить, какой ближайший рейс. И как бы полетишь, и все. И наоборот. А теперь представь, что ситуация та же самая, и вот у тебя там бизнес твой, и у тебя относительно него задача, как это возникает. В другой точке мира, в 5 утра. Какая будет твоя реакция? Он говорит, ни за что на свете. Я говорю, это явный признак того, что не нужно двигаться в этом направлении. Я так понимаю, это как раз об этом, о том, что как раз энергия для этого, это хорошая такая идея в целом, ключевая на тему энергии. У меня в последнее время немного поменялось так мировоззрение. Раньше я всегда был больше цели, четкое исполнение, фокусировка, и вот прям работа, работа, такой более жесткий формат. Сейчас же я больше такой подхожу, все так же цели, понимание их, четкая структура, фокусировка, но при этом я больше доверяю миру, и чуть более расслабленно двигаюсь в формате того, что я знаю, что все будет хорошо. И не потому, что я обязан это сделать, а потому, что у меня есть цель, мне хочется, и, соответственно, это будет меня вести к моим целям. Сонаправленно с тем, что ты говоришь, когда мы двигаемся к тому, что нам хочется, как в 5 утра, да без проблем, приеду в любое время, всю ночь буду лететь, две ночи буду лететь, если надо, прям вообще вопрос не стоит, потому что это совпадает с тем, что тебе хочется, совпадает с твоим уровнем, с твоими желаниями, у тебя эмоциональный всплеск большой, то есть это будет сонаправленно, и это тебе доставит и удовольствие, и доставит результат. А если это не совпадает с твоими ощущениями, с твоими целями, то надо либо найти, чтобы совпало, и как бы перепродать себе это, сделать там рефрейминг, либо что-то, чтобы совпало, либо понять, что это не твое, и тогда как бы что-то другое мир тебе даст. Классный очень пример, то, что ты сказал. То есть вот в твоем примере, наверное, человеку что-то надо с бизнесом делать, да? Ну, видимо, да, видимо, есть какие-то знаки. Да, я с тобой согласен, на самом деле, потому что вот каждый раз, когда задумываешься о том, что нравится, возможно, там с хобби, с какими-то не самые лучшие пример, потому что все-таки типа работа, работа. С другой стороны, когда занимаешься делом, и ты понимаешь какую-то вот конечную дистанцию, куда ты бежишь, может быть, не конкретную точку, но какой-то вектор, там светлое будущее, и ты в него веришь еще главное, то тогда вопросов не возникает никогда о том, что тебе нужно рано встать, поздно лечь, или сделать какое-то над собой большое усилие, потому что цена, которую ты получаешь на выходе, она все равно покрывает все вот эти вот ресурсы затраты, страдания и так далее. Так что круто. Спасибо тебе большое, Виктор. Прямо максимально кайфанул. Очень рад, что ты оказался здесь у меня в студии. Прямо есть над чем мне подумать, как обычно. Спасибо тебе большое за классные вопросы. И я получил удовольствие, Саша. Это прям здорово. Супер. У меня всегда после подкаста рефлексия. Я беру тетрадку, ручку и начинаю выписывать. Поэтому, дорогие мои, у нас рефлексия с вами всегда совместная. Я, кстати, читаю все комментарии, на ютубе. Во-первых, обязательно подпишитесь на канал, воткните лайк, если понравилось, дизлайк, если не понравилось. Но помните, что мы сделаем выводы про вас, если вы поставите дизлайк. И самое главное, что нужно сделать? Обменивайтесь в комментариях своими мыслями, выводами, какими-то идеями, которые вы подчеркнули. Обсуждайте. Вот всегда после просмотра, после потребления какой-то информации, нужно это с кем-то обсудить, переварить. Вот пускай место обсуждения будет в комментариях, потому что помимо того, что вы сейчас послушали два часа, подчеркнули для себя кучу идей. В комментариях вы увидите, как другие люди переварили эту информацию и увидели вообще что-то, чего не увидели вы. Это прям супер будет, мегаполезно. Так что пускай в комментариях будет много обсуждений. Спасибо тебе большое еще раз. Рад был увидеть. Ребята, всем пока.